Ковуны и дыни, выросшенные в Минской области, з'явятся на прилавках магазина в середине Жнивня. Об этом поведомили в Комитете по сельской господарции и харчавании облвыканками. Все лета бахчавыми культурами в центральном регионе засадят амаль 10 гектаров. Сокрыты выросшивания соковитых ковунов на прикладе Смолявицкого района в репортаже Александра Харавца. Выросшивать ковуны у этой господарции Смолявицкого района начали еще 6 годов тому, на невеличком наделе земли в 10 суток. Все лета ж на площади 5 гектаров высадживают полтора десятка разных сортов бахчавых. На сене основным голландской, немецкой и украинской селекций. Гады ПРАС-2 сбираются забеспечить себе уластным насенным материалом. Зараз Ганна Крапилка, агроном господарки, активно над этим працует. Тут 15 различных сортов, разные по сроку созревания, разные селекции, разные сорта и гибриды, но пронумерованные. Первый, второй, третий, четвертый. И так 15 сортов. На опыте с ними мы определим, какой лучший всего сорт использовать для территории Республики Беларусь. Людмила Куксов, кого в новом бизнесе, три годы. Инженер-технолог цверждает, теплолюбивые культуры совсем не потребовальные. Головное своечасово высадить у хлеба и хотя бы раз на месяц робить прополку. Делаем ямочку в земле достаточно так глубоко, чтобы не сломалось ни ветром, ни дождем. Все. Сосыпали, как бы вот и посажено у нас. Полив здесь не требуется. Здесь как бы разница температур влияет на рост. Всю лето господарцы вырешили резыкнуть. И в грунт одразу высадживают семечки ковуна. У якости инкубатора пол-литровый слоик. Ни ветром не снесет, ничего. Безрассадный арбуз. Под банкой ему тепло, хватает температуры. За день нагревается эта почва. За ночь не охлаждается. Прорастает, растет. А когда только появится нормальный всход, перед тем, как вылезти ему из под банки, мы откроем. И также можно пройти глифосатом, защитить от сорняков. Арбуз не повредишь. А кроме этого, такая технология дозволяет лепшу корониться рослинам и тем самым убудучим собрать больше урожая. По слову Владимира Крапивки, селитас подзеют собрать минимум 60 тонн соковитой ягоды с гектара. Под открытым небом господарцы вырошивают ковуны, а вот у теплицах дыни. Например, с этих 10 соток в середине Жнивня аграрии различуют собрать минимум 2 тонны бахчевых плодов. Затраты на вырошивание минимальные, а рентабельность складает 300%. Тому фермеры Минской области охотно занимаются таким агробизнесом. На смак полосатая ягода с белорусской пропиской такая же солодкая, как и краснодарская и астраханская. А по цене больше танная. Пока ставать смолевицкие ковуны нового урожаю можно будет на початку Жнивня. Александр Хоровец, Рыгор Кристофович, агентство Телли Новин.